День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Форум финансистов. В Рязани 83 региональных министра тонко настраивают межбюджетные отношения. Ураганная инструкция. Что делать, если стихия обрушила дерево на ваше авто? Молчащие обители. Какие истории скрывают в Рязани разрушенные крабы? Рязань принимает крупный форум руководителей региональных Минфинов, обсуждают налоговую и бюджетную политику на ближайшие годы. Приехали практически все региональные министры финансов. Такой масштабный семинар совещания всех региональных министров финансов первый за последние два года. Не позволяла пандемия. Но сегодня другие вызовы. Без ответов на свои вопросы от федерального центра на местах сложновато. Прямо сейчас бюджеты верстают практически во всех субъектах. Понятно, что сложно всем. Понятно, что для наполнения казны искать нужно какие-то местные решения. Сейчас как раз идет активная работа над бюджетом. Понятно, что регионы все разные. Понятно, что объективных возможностей много. И мы вот здесь стараемся вести такую достаточно умеренную политику, чтобы обеспечить финансовую устойчивость финансовой системы. Но при этом понятно, что нужно развиваться и идти дальше. Поэтому еще и механизмы государственного частного партнерства и варианты кредитования для таких проектов, которые позволяют быстро выйти на купальность. Но, например, у нас сейчас в центре внимания будут проекты поиска эффективности, где мы видим большой потенциал. Видим, что они буквально в течение двух-трех лет покупаются и могут начать уже такой быстрый эффект для области приносить. Формирование региональных кошельков для Кремля – задача первостепенная. Именно поэтому федеральный Минфин сегодня максимально открыт. Бюджетные кредиты уже практически заместили кредиты коммерческие. Именно поэтому межбюджетные отношения, а это баланс между субъектами-донорами и субъектами-дотационными, сегодня понятие ключевое. И в этом смысле увеличение на время пандемии полномочий региональным властям в оперативном принятии бюджетных вопросов показало себя с хорошей стороны. Никто не хулиганил, заявил руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Очень было бы неплохо, если бы бюджетный кодекс писался людьми, которые хотя бы посмотрели, как это работает на региональном уровне. Это, безусловно, было бы очень большим достижением. Так вот, мне кажется, что вот эти нормы, которые сегодня носят временный характер, мы сможем до конца этого года, уже в осеннюю сессию, принять на постоянной основе. Что касается поддержки региональной, она должна стать более адресной. И в данном случае уже поддержкой бюджета должна быть прямая поддержка тех регионов, которые нуждаются, я повторяю, в адресной поддержке для решения конкретных вопросов. Совершенствование учета, отчетности и контроля за госфинансами, инновации в системе управления, обсуждение региональных практик – все это было в официальной программе форума финансистов. Но была еще неофициальная, закрытая, без доступа для журналистов. Видимо, для еще более тонкой настройки межбюджетных отношений. В Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина в самом разгаре приемная комиссия. Уже есть некие промежуточные итоги. Самыми популярными направлениями остаются юриспруденция, социология и иностранные языки. Впрочем, добавились и новые специальности из закрывшегося Института культуры. Около 7 тысяч заявлений от абитуриентов уже поступило в РГУ имени Есенина. Подать документы сейчас можно разными способами – через личный кабинет на сайте вуза или персонально. Приходят выпускники школ и бакалавриатов. Мы перед самым началом приема получили около 100 бюджетных мест на магистратуру, дополнительных бюджетных мест. Это для нас была приятная неожиданность. И сейчас мы ждем потока абитуриентов, которые будут подавать заявление именно на магистратуру. Первые поступающие в магистратуру уже привезли документы. Бакалавриат закончил Институт естественных наук в направлении туризм. Социология правления – надо проводить что-то новое. Я училась в филиале Ростовского государственного университета. Училась в городе Таганроге. Это родина Антона Павловича Чехова, очень знаменитого писателя. И решила поступать сюда, потому что зимой была в селе Константиново. Я очень прониклась творчеством Есенина. Мне очень вас здесь нравится. И поэтому решила попадать сюда. Мечтаю стать хорошим учителем. Самыми популярными специальностями остаются ИНЯС, статистика, юриспруденция. Однако интерес растет и к другим специальностям, на которые еще несколько лет назад бывал недобор. У нас огромное количество заявлений на направление подготовки химии. Около 150 только на бюджет. Также люди рассматривают и платное обучение. По сравнению с моим годом поступления, на самом деле, желающих поступить на факультет, например, на химию, стало только больше. И если мы посмотрим на баллы, которые были в мою, в 2019 году, когда я поступал, они стали выше. Я думаю, это больше связано с тем, что сейчас идет больше продвижение в научной сфере. Не только химической, но и биологической, экологической. И поэтому людям это более перспективное направление в будущем. Одновременно с приемом документов стартовали так называемые дополнительные вступительные испытания. Они касаются тех абитуриентов, кто поступает на такие направления подготовки, как логопедия, специальная психология, педагогическое образование физической культуры, журналистика и так далее. То есть там, где третий экзамен – это ЕГЭ. Подвести итоги можно будет только после приказа о зачислении, а пока судьбы будущих студентов вершатся прямо в режиме онлайн. Новых ограничений пока не будет. Это ответ из Роспотребнадзора на немного пугающий рост новых случаев ковида. В ведомстве отвечают, что приняли такое решение на совещании с главами территориальных учреждений. Специалисты пришли к выводу, что значительное повышение тяжелых случаев маловероятно. Но элементарные предосторожности соблюдать все-таки нужно. Одна из самых заразных разновидностей. Так называли штамм омикрона, когда он только появился. Произошло это около полугода назад. Сейчас этот штамм уже вполне можно назвать ветераном. На смену ему приходят разного рода кентавры. Омикрон, которому предрекли быть самым опасным, таким и стал. Но с оговорками. Несмотря на то, что стал сомикрон считается более заразным под видом коронавируса и омикрон-штамма, то принято считать и доказано, что он не вызывает серьезных осложнений. Сам по себе стал сомикрон, он отличается по генетической структуре от других штаммов коронавирусной инфекции. Риск попасть в больницу с омикроном тоже ниже, при том значительно, на 75%, чем при дельта-штамме. Об этом заявляют ученые Португальского института здравоохранения. В отечественном же Роспотребнадзоре пришли к выводу, что заболевание, вызванное под вариантами БА4 и БА5, протекает мягче, чем вызванное штаммами альфа или дельта. И поэтому противоэпидемических ограничений водить не требуется. Но это только одна сторона медали, статистическая. Другая же звучит привычно. При омикрон-штамме остается высокая температура тела до 38-39 градусов. Возможно, характерны такие симптомы, как ренорея, насморк, заложенность носа, сухой кашель, головные боли, ломота в мышцах и суставах. Обрабатывать руки санитайзером, стараться держать дистанцию и избегать людных мест. Рекомендации от Роспотребнадзора все те же, как и ношение масок. Однако же самый эффективный способ защиты от COVID-19 по-прежнему вакцина. Особенно на фоне информации о росте числа заболеваний. Любая стихия, например, ураган с ливнем, как сегодня, это всегда головная боль для автомобилистов. На авто часто падают сломанные ветки, а то и целые деревья. А вот понять, с кого взыскивать ущерб, получается, не у всех. Куда и к кому обращаться, знает Герман Гущин. Прошедший недавно в Рязани ураган, помимо собственно коммунальных, обозначил и один имущественный вопрос. С ДТП все понятно. Водители вызывают полицию, а ущерб возмещает страховая компания виновника. Но что делать, когда на машину падает дерево? Кому предъявлять претензии? Давайте выяснять. Если упало дерево на машину, в первую очередь надо вызвать, конечно, полицию. Зафиксировать сам факт падения дерева. И, конечно, полиция устанавливает зону ответственности. Кто отвечает? В нашем городе обычно за деревья отвечает дирекция благоустройства города, администрация города Рязани. Но есть дворовые территории, где отвечает управляющая компания или ТЦЖ. Есть также просто территории, как собственников. Если полиция установила, чья зона ответственности, вообще очень хорошо все в постановлении написано. Если же полиция не установила это, это устанавливается в суде уже. По словам экспертов, ни в коем случае не стоит самому очищать автомобиль от веток, листвы и обломков. Источник повреждения должен оставаться в том же самом месте, даже если возникло препятствие для движения других машин. Сразу же после происшествия необходимо максимально подробно все снять на фото и видео. Зафиксировать все повреждения автомобиля, разломы и оставшийся от дерева пень. Также, помимо повреждений, придется сделать обзорные снимки места происшествия, чтобы в кадр попали название улицы и номер дома. Фотографии нужно делать с различных ракурсов. Кроме того, желательно найти свидетелей и взять у них контактные данные. Дел достаточно много, можно сказать, особенно учитывая то, что в последнее время участились эти ураганы. Еще хочу также сказать, что представители ответчиков ссылаются на то, что форс-мажор ураган был. Как бы это мы не отвечаем. Но в любом случае у нас Верховный суд пояснил, что они должны тогда доказать свою невиновность. И в суде в основном суд встает на сторону потерпевшего. После того, как у вас приняли заявление, нужно оценить стоимость ремонта машины. Для этого потребуется независимая экспертиза. Во время осмотра специалист должен изучить видимые и скрытые повреждения автомобиля и зафиксировать процесс на фото. Также стоит помнить, что ОСАГО компенсирует только ущерб другим участникам ДТП, если вы виноваты в аварии. Такой полис не страхует ни вас, ни ваш автомобиль. По нему не получится возместить ущерб, если дерево упало на вашу машину. Герман Гушин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В мае прошлого года в Рязани стартовал проект под названием «О чем молчат разрушенные храмы?». Цель, которую поставили себе энтузиасты – найти и посетить все недействующие храмы Рязанской области. Их порядка двухсот. Сколько нашли на сегодняшний день и для чего все это? Валерий Седов. Благовещенский храм в селе Калянцы вполне может стать олицетворением забытых святынь Рязанской области. Заброшенная церковь в почти заброшенном селе, где последняя служба прошла еще в далеком 37-м. Спустя больше 80 лет сюда приехал Максим Кузнецов вместе с командой, чтобы запечатлеть храм в его текущем состоянии для своего проекта. О чем молчат разрушенные храмы? «Храмы, конечно, в нашей области есть действительно уникальные, очень интересные. Где-то сохранились фрески, где-то уникальная архитектура. Поэтому, конечно, наш проект весьма интересен и, конечно, имеет определенную культурную ценность. Время не щадит их. Если храм не действующий, разрушается, вполне возможно, что уже следующее поколение просто и никогда его не увидит. Поэтому мы с помощью технических средств, квадрокоптер, фотоаппараты, видеокамеры объезжаем данные храмы и производим видеосъемку». В области порядка 200 заброшенных церквей. Больше, чем за год, ребята объехали только 60. Подготовку проводят за год, изучают архивы, литературные записи тех мест, плюс общаются с краеведами. Первым делом нужно понять, остался ли там храм. И если да, то в каком он состоянии. Привычная история для советских сороковых – это когда церковь перестраивали в зернохранилище. Бывали случаи, когда даже окна иконами забивали. Время было такое. Теперь же остались только голые стены и пустые глазницы окон. Встречают в таких местах всегда со своим особым колоритом. Бывало, что к нам выходили с двустволкой, говорили, чего вы здесь снимаете. Может быть, вы какие-нибудь террористы. Причем в очень отдаленной деревне, конечно, это наиболее забавно было. Бывало, нас принимали за черных копателей. Ну, естественно, люди защищают свои святыни. Пусть они сейчас вот в таком разрушенном состоянии, но вот очень, кстати, это приятно. Но просто запечатлеть храм мало. Максим Кузнецов вместе с единомышленниками старается приложить руку и к восстановлению святынь. Тот же полуразрушенный благовеченский храм из села Каленцы памятником архитектуры в какой-то момент признали. Но подворью это никак не помогло. Государственных денег на восстановление никто не дал. Зато откликнулись сами люди. Сегодня они стараются восстановить его своими силами. А Максим вместе с командой помогает. Энтузиасты даже разработали специальные памятки. В них по пунктам указано, какие шаги нужно предпринять, чтобы в храме однажды вновь зазвучала воскресная молитва. Подробнее о проекте Максима Кузнецова смотрите в программе «Городские встречи». В эфир она выйдет в самое ближайшее время. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин